Дорогие братья, сегодня в седьмой неделе по 50 память о праздном успении праведной Анны Матери Пресвятой Богородицы и в ее памяти Господь призывает всех верных кто слышащий Слово Божие и хранящий Его все мне брат и сестра и мать братья мои, суть слышащие Слово Божие и хранящие Его то есть по духу, родству, а не по плоти провозглашают Господа и духовные, а не плотские наследуют Царство Небесное и об этом мы слышим прямым в апостольском чтении что я говорю, рожденный по плоти гнал рожденного в обетовании так и ныне Израиль по плоти гонит Израиля по духу то есть иудеи гонят христиан и внутри Церкви Христова еще исповедующие формально одну и ту же веру один и тот же символ веры однако же преданное миру и своим плотским похотям и своей плотской воле и таким образом заменяющая духовную религию спасение когда Господь за нас зашел на крест и невинно на себе исполнил наказание за виноватых подаль род человеческий тем самым предоставив нам только веру в него и слушаться и подчиняться ему а все сделал за нас сам но это не всех устраивает даже крещеных есть масса людей которые ищут свою волю свое самоутверждение поставят и все больше и больше таких людей и заменяют они эту духовную религию спасения на плохую религию самоспасения когда вера невидимая и непрестижима требующая истинного подвига от наших душ заменяются верой в естественные вещи сродные нам по плоти да и по душе по психике нашей и таким образом из-под воль незаметно происходит в душе страшная подмена чудо сверхъестественное непостижимое то что требует трепета души вот посмотрите как в церкви люди стоят например и как наши предки стоят это именно проявление этого самого процесса о котором говорит нам апостол сегодня желающие духовно жить гонимы будут а по плоти будут преуспевать яко же вышли иерусалимы свободно есть есть мать и всем нам то есть чадо по обетованию о которых сказано что вы исааке наречется тебе всеми и о которых говорит апостол изгони рабу и сына илиrosi по авгарь это гора тг синаи Отсюда и слово Агария, отсюда и все потомки Агария, живущие на Аравийском полуострове, то есть принявшие религию по плоти Магомета. Отсюда и не только Ислам и Магометане, но и все принявшие эту подмену духовную небесному на землю, и между ними вражда, духовные только духовного понимают, как говорит апостол Павел. А живущие по плоти Богу угодить не могут. Но як же тогда по плоти родились и гонявшие духовному, так и нын. Тем же братья, не с мои рабынины, чады, но свободны. А что глаголит Писание? Жени рабы и сыны, и они имы понаследовать, и сын рабынин, сына вам свободны. Видите, как Священное Писание, буквально в одну точку. Что Евангелие, что апостол. И другое Евангелие. О прозрении слепых. И исцеление Бесноватого. Предовой Евангелие, седьмой недели. Иисусе, сыне Давидов, помилуй, нын. Глагололи эти слепцы. Это был дар Божий, а не знание. Кому они обращаются? Знали веру. Вера, братья и сестры, это инструмент знания, но особого рода инструмент. Он дается по духу, а не по плоти. Этим он отличается от гнозиса или гностицизма. То есть такого инструмента, который и современные, и прежде нас бывшие люди желают иметь, чтобы постигнуть вещи непостижимые. Начиная от различных масонских ключей и современных, скажем, цифр и штрих-кодов, которым придается несвойственное им значение, кончая, выдуманную, эмфической историей и вообще митической второй реальностью, в которой люди начинают жить, потому что так удобно. Люди живут в таком выдуманном мире, в параллельной реальности, где не подвиг ежедневный, когда полезное и нажадие от человека, гарантирует. Что он гарантирует? Только исполнение на себе слов Божиих. Верующий в меня не узрит смертью. То есть нужно выправлять себя, испытывать, верили вы, как говорит апостол. Это большой ход. Любая чревоточина, любая мерзость на совести, она выбивает тебя с радостью. Блин, ты не можешь дерзновение иметь Бога. Поэтому он говорит, стойте в вере, испытывайте себя, верили вы. Ох, какого же это требует подвига. И жизнь вовсе без подвига. По стихиям мира сего, по плоти и по душе, когда причащаются без благоговения, без подготовки, без говения, многодневных, без того, чтобы трепетать этого экстраординарного события. О гневе причащаются трава сына. А чтобы похоти не мудрствовали, о принесшем себя в жертву за нас и оставившим нам на жертвеннике дымящуюся кровь свою и тело прободенного с боевым телесин. Когда человек с мыслью о страдании Господнем приемнет в себя тело и кровь Христова, тогда он поневоле с этой вершины сойти не может, как с пронзенной гвоздями. Умом, мыслем он стоит на голове и исполняет слово апостола, что помыслите о себе, помыслите претерпевшим над собою такое. А причащающиеся в естественном порядке, а таких людей все больше и больше, принимающих это как бы естественное чудо в ряду других естественных событий нашей жизни, они, братья и сестры, не имеют такого мудрования. Для них причастие это как бы своего рода лекарство для подъема духа, для повышения тонуса, о ужасе, о бесчестии. А разделение здесь краеугольное происходит вот где. Те, которые полагают, о чем мы говорили в прошлом воскресенье, чудо истинно сверхъестественным событиям. Вот, например, праведная Анна сегодня в памяти зачала в старости, когда детородные органы уже омертвели. Это было сверхъестественное чудо, как у Авраама и Сара, как у Захарии и Иерусалитов. Это было прямое вмешательство благодати Божьей. И не надо путать это прямое вмешательство благодати Божьей, перед которым мы трепещем. С действием благодати Божьей по молитвам Церкви и святых угодников Божьих, которые сохраняют и спасают всю тварь и нас в том числе. Потому что и дождь идет, и времена года меняются, и появляются новые на земле жители. И Господь промышляет, что волос у нас не может упасть без воли Отца Небесного. Так как все сочтены. Но это действие сверхъестественной благодати Божьей, о да, но не нарушающее установленным раз и навсегда Богом естественный порядок и предусмотренное Его Божественным промыслом. Действие же прямое вмешательство, когда человек исцелился от смертоносной болезни, их органы новые даны ему вместо старых. Когда слепорожден награжден заново сотворенными зеницами Овкова. Или когда, как мы слышали сейчас, слепцы прозрели. Это чудо. Вот это только и называется чудом. И вот какая в игономерных дорогие братья и сестры, дорогие дети. Кто верует в истинное чудо Божье, тот знает место всем естественным событиям. Он не назовет, например, хорошую погоду чудом или другие события нашей жизни или перемену настроения, или даже даже по милости Божьей данное ему понимание прозрение как бы внутреннее, он не назовет чудом. Потому что он знает мир, градацию. а человек, для которого все подряд чудо. Он же, заметьте, не верует в присуществление святых тайн. Он не скажет тебе, что под видом хлеба и вина истинное тело и крови. Нет. Он будет говорить, как профессор говорит, что Алкидонске здесь и хлеб, и тима, и вину, и кровь в одной чашке. А зачем это говорится? Затем, чтобы снивелировать, сгладить, подверстать все под эту зримую, очевидную реальность. Таким образом, этих-то людей, которые всюду, повсеместно и тотально видят чудо, лишить истинного благоговения, трепет от души перед братами покаяния наконец лишить подлинного, которое невозможно, если не будешь веровать и этой веры познавать. кого в себя приемли, что перед кем предстоишь. Вот эти братья и сестры, слепцы, были награждены, что с трепетом и сдержновением подарил Бога. Сказали веру, что ты можешь это сотворить. даже не говорят о предмете, например, прозреть. Веруете ли, что я могу это сделать? Это. Веру. По вере вашей, да будет вам и прозреть. Но вот урок великий. Именно для верующих, именно для свободных, для чад не рабынин, а свободных, для христиан подлинных, которые живут этим трепетным предстоянием, по лезвию, которые уходят, которые не загадывают на завтра, а Богу предоставляют времена и сроки. Эти слепцы, когда были помилованы чудом Божьим, просвещены, просвещены, заметьте, физически, открылись в почве. Не просто просвещены нравство, как многие проповедники на эту тему любят говорить. Что вот есть просвещение нравственное, не от другого, здесь речь о другом, а подлинном, просвещение физическое. Уловил в разницу, что был слеп и прозрел, стал видеть физическим зрением. Это чудо. И вот этого чуда как бы стыдятся. Будут говорить тебе всю жизнь о просвещении нравственном, о просвещении душевном. И результат-то какой? Что подлинного чуда не признают. Как будто его не нравственным может прозреть и слепец, и остаться слепцом. Но здесь-то о другом речь. О том, что слепец стал зрячим. но это как видим не уберегло еще этих прозревших слепцов от строптивости и непослушания Господа Иисуса Христова. Когда Господь им сказал «Никому не говорите!» Они всем стали разглашать. А ведь строго посмотрел Господь и сказал «Никому смотрите!» они же вот так вот происходят. Увы, по 10 раз на дню мы нуждаемся в покаянии и своих вот этих грехопадем. Как вот эти самые слепцы. Праздник вам дорогие братья и сестры. Аминь. Аминь.